Итак, 11.30 мы с вами начинаем урок. Тема нашего сегодняшнего урока «Трудовое право и трудовые правоотношения». Но прежде чем говорить о трудовом праве, мы с вами проанализируем домашние задания. Работу вы выполняли по пройденной теме административное право. Я обращаю внимание своих коллег, что сейчас у меня на экране результаты выполненной домашней работы каждого ребенка, который выполнял тест. Но, Алин, я уже закономерно тогда обращусь к тебе. У тебя несколько вариантов. И на примере твоего незавершенного теста покажу те вопросы, в которых типично вами были допущены ошибки. Могу сразу сказать, что с вопросом четвертым и шестым справилась большая часть достаточно успешно. Первый вопрос. Значит, вам нужно было из предложенных вариантов выбрать тот вариант, который соответствует определению административного права. Вот я бы хотела спросить Родиона Сухорокова. Родион, скажи, пожалуйста, что у тебя вызвало затруднение во время выполнения этого вопроса? Я просто забыл правило, что такое административное право, и поэтому затруднись. Абсолютно верно. То есть, понимаете, для выполнения этого задания необходимо было четко выучить определение, что же такое административное право. То есть, это отношения, которые осуществляются в сфере управления. Второй вопрос. Где вам нужно было дать ответ, открытый ответ, то есть, проанализировать ту информацию, которая есть у вас в тексте домашнего параграфа, который вы получили на лекции, и в окошко писать ответ, который содержит особенности административного права. Но мне бы хотелось здесь отметить работы Марка и Полины Михалицына. Полин, прокомментируй, пожалуйста, как ты выполняла данное задание? Полина Михалицына. Да. Я использовала информацию в учебнике и из конспекта. То есть, Полина очень коротко, лаконично, три особенности выделила, пронумеровала их и записала. Умница. Но здесь вы видите, Алина указала одну особенность, но она тоже является верной. Третий вопрос. Так, немножечко. Значит, посмотрите, он явился наиболее проблемным из всех вопросов, которые выполнялись с вами в домашнем задании. У меня это вызвало, конечно, некое удивление, потому что о субъектах и объектах правоотношений мы с вами говорим не первый урок. И не могу, конечно, понять причину. Но, Саша Щеплицов, скажи, пожалуйста, у тебя что вызвало сложности? Ну, для меня вопрос показался достаточно сложным, потому что данные понятия достаточно похожи, и моих знаний не хватило. Они были более поверхностные. Ага, то есть очень похоже. Ну, я смотрю, многие из вас отмечали членов таможенного союза. Да, вы прекрасно понимаете, что организации различных форм собственности – это наиболее обобщенное понятие. Точно так же с объектами административных правоотношений. То есть вы видите, даже в данном задании много ошибочек, то есть, пожалуйста, мы с вами обратим на это внимание и при изучении трудовых правоотношений, но и, естественно, нужно повторить само понятие объект и субъект правоотношений. И в задании пятом, где вам нужно было ознакомиться с документами, ну, может быть, Арина Уреман, ты пояснишь, как ты выполняла данное задание, Арина? Ну, для начала я прочитала задание, там нужно было ознакомиться с документами. Я открыла статью 2.1, прочитала ее, и после того, как я ее изучила, я смогла с легкостью ответить на вопрос. То есть, посмотрите, в статье содержится информация, юридическое лицо признается виновным, да, а в вариантах ответа у нас с вами есть, кто же может быть виновным. Только физическое, только юридическое. Если вы открыли все статьи, то есть все три, которые есть, у вас там упоминается не только юридическое, но и физическое лицо. Я так полагаю, что либо вы поленились открыть все три статьи, внимательно их прочесть, именно поэтому ошиблись в выполнении вопроса, ну, либо недостаточно внимательно читали. Поэтому я вас очень попрошу, ребят, при выполнении домашних заданий, обращайте внимание на условия заданий. Но в целом, как вы видите, справились успешно с выполнением домашнего задания. Но еще раз обращаю ваше внимание, что необходимо повторить термины и освежить свои знания по поводу субъекта и объекта правоотношений, кто и что является субъектом и объектом правоотношений. А теперь я вас попрошу в своих тетрадочках записать сегодняшнее число, 22 апреля, тема «Трудовое право». Пока ребята записывают темы, я хочу обратить внимание своих коллег. Вот посмотрите, я вчера, ведя подготовку к уроку, создала задание, в которое я включила те вопросы, которые мне необходимы для работы на уроке. И сейчас, нажимая «Просмотр», я спокойно могу ими пользоваться на различных этапах урока при изучении новой темы. Так, пока грузится. У меня задание. Итак. Значит, ребятки, прежде чем вести разговор о трудовых правоотношениях, я бы хотела вам напомнить, что у нас с вами основным источником всех правоотношений является, безусловно, конституция. И откройте, пожалуйста, конституцию, которую я просила вас подготовить, статью 37-ю. Мы сейчас с вами попытаемся выяснить, что же нам, о чем властит статья 37-я конституции, и, собственно говоря, точнее, что говорит она о праве на труд. Но так как у нас вопрос на экране очень сложно полностью показать, у нас задание состоит из двух частей. То есть у нас есть пункты в статье конституции, их 6 пунктов, и в задании, обратите внимание, ребята, указано, один вариант из списка является лишним. И у нас есть объяснение каждого пункта. Наша с вами задача будет заключаться в том, чтобы, пользуясь информацией, содержащейся в статье 37-й, к каждому объяснению подобрать пункты в тексте. Но чтобы я туда-сюда вот этот экран не перемещала, я вас попрошу прямо простым карандашиком в своей статье 37-й, или у кого нет перед собой статьи, у вас в учебнике на странице 134 тоже есть выдержка из этих статей. Пронумеруйте, пожалуйста. И порядок оплаты труда 5-ка, и порядок оплаты труда 6-ка. Все успели проставить, ребят? Да. Если кто-то не успел, сообщите, я подожду. Если молчание, значит все успели, да? Да. Итак, вот теперь смотрите, я озвучиваю каждую статью, каждое объяснение, а вы мне называете пункты в статье Конституции, которые подходят к данному объяснению. Итак, труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду и выбирать род деятельности и профессию. Какой же пункт в тексте Конституции подходит к данному объяснению? Кто может мне пояснить? Алина, можешь пояснить, Алина? Да, могу. Пожалуйста. Да, то, что данный пункт Конституции – это объяснение свободного характера труда в РФ. Так, свободного характера. Давайте посмотрим. Так, свободный характер – это у нас пятерочка, правильно ли? Так, действительно, ты абсолютно права, это объяснение свободного характера труда. Принудительный труд запрещен, проще простого. Родион, как ты считаешь, какой пункт подходит к этому? Я считаю, что к этому пункту подходит отношение к недобровольному труду. Циферка какая там, Родион? Не успел проставить, да? Кто мне подскажет, ребята, отношение к недобровольному труду? Третья. Это третья. Третья. Так, третья. Действительно, вы видите, что это верный ответ – отношение к недобровольному труду. Так, третье объяснение. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающим требованиям безопасности и гигиены. Даже дальше читать не буду, все и без того понятно. Марк Беляев, как ты считаешь? Я считаю, что это циферка 2, что включает право на труд. Циферка 2, абсолютно верно. Право на труд, безусловно. Следующий пункт. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры. Опять-таки, дальше можно не читать. Кристина Чернова, как ты считаешь, какая здесь статья Конституции подходит? Я считаю, что это циферка 1. Циферка 1. Порядок решений трудовых споров. Давайте проверим права ли, Кристина. Да, абсолютно верно. Ну и последний, то есть у нас выбор небольшой, остается одно из двух, да, либо один вариант лишний. Ну а здесь и думать нечего. Каждый имеет право на отдых. Значит, подскажите мне цифру. 4. 4. Право на отдых, цифра 4, абсолютно верно. Итак, мы с вами выполнили задание для того, чтобы актуализировать знания о том, что включает в себя право на труд и гарантии, которые закреплены в 37-й статье Конституции Российской Федерации. Ну а теперь нам с вами, собственно говоря, нужно выяснить, что же является, что включают в себя трудовые правоотношения. Нужно сказать о том, что трудовое право – это отрасль права, которая регулирует отношения между работником и работодателем. Обращайте внимание, когда вы будете давать определение этого термина, чтобы не получилось так, как у нас было с административным правом. То есть трудовое право – это отрасль права, регулирующая отношения между работником и работодателем. Итак, я вас попрошу сейчас в учебниках открыть страницу 135. На странице 135 в учебнике у вас вот этот пункт «Трудовые отношения». Все нашли? Страница 135 в учебнике. Я вас попрошу буквально в течение 30 секунд ознакомиться с абзацем этим в учебнике, с той информацией, которая там есть. И мы с вами попробуем поработать над текстом задания и формулировать определение, закрепив знания об обязанностях субъекта и объекта трудовых правоотношений. Так, что-то у меня очень долго грузится интернет. Сейчас попытаюсь посмотреть где-то побыстрее загрузить. Так, вот он у нас второй вопрос. Так. Угу, второй вопрос. Так. Ребята готовы? Ознакомились с текстом? Да. Угу. Все ознакомились, да? Можем начинать работать. Итак, наша с вами задача. Еще раз обращаю внимание. При работе с текстом учебника, а вы можете им сейчас пользоваться для того, чтобы внести те слова, которые их не достает в данном определении, наша с вами задача обратить внимание, какие обязанности имеет каждая из сторон трудовых правоотношений. Скажи мне, пожалуйста, Таня Тлепова, а кто является участниками трудовых правоотношений? Работодатель и работодатель. Абсолютно верно. Работник и работодатель. То есть, обращайте внимание, в этом определении мы с вами будем отрабатывать именно обязанности каждой из сторон трудовых правоотношений, то есть работника и работодателя. Итак, трудовое правоотношение. Это основанное на соглашении между работником и работодателем правовое отношение. Обращаю ваше внимание, что соглашение между работником и работодателем называется трудовым договором. Значит, в соответствии с этим соглашением нам с вами необходимо сюда внести одну из сторон трудовых правоотношений, которая обязуется лично выполнить определенную трудовую функцию, то есть выполнить определенную работу соответствующей должности и квалификации. Настя Коновалова, как ты думаешь, эта обязанность является обязанностью какой из сторон трудовых правоотношений? Работодателя. Работодателя. То есть именно работодатель обязуется выполнить определенную работу в соответствии с квалификацией и должностью. Соня, ты там рядышком? Работник. Работник. Тоня, задумалась. Марка, подскажи девчонка, пожалуйста. Это обязанность работника. Конечно же, это обязанность работника. Именно работник, заключая трудовой договор, обязуется выполнять определенную работу в соответствии с его должностью и квалификацией. Далее смотрим. Помимо выполнения определенной трудовой функции, подчиняясь установленным правилам трудового распорядка. Кто же сторон трудового договора устанавливает правила трудового распорядка? Саша Пастухов, что ты молчишь? Скажи мне, пожалуйста, свое мнение. Работодатель устанавливает. Конечно, Саша, ты абсолютно прав. То есть здесь работодатель, это его обязанность как стороны трудовых правоотношений установить правила внутреннего распорядка. Значит, смотрите, так, я вам уже, в принципе, сделала подсказку, да, правила трудового распорядка, и эти правила трудового распорядка устанавливаются на каждом предприятии, для каждого предприятия они свои, поэтому мы их называем, конечно же, внутренние, внутреннего трудового распорядка. Дальше. Обязуется предоставить предусмотренную трудовым договором работу. Какая же из сторон трудовых правоотношений обязуется предоставить работу? Юлия Тищенко, подскажи, пожалуйста, как ты считаешь? Предоставить работу, этот работодатель, а кому предоставит работник? Работодатель. Так, правильно. Так, что у нас здесь? Обязуется предоставить предусмотренную трудовым договором. Ну, наверное, работ... А, кому? Работнику. Я даже сама не сообразила. То есть кому? Вторая сторона. Работодатель, работнику. Значит, помимо того, что работодатель обязуется предоставить определенную работу, надлежащие условия труда, и своевременно что делает работодатель? Оплату. Абсолютно верно, Юль. Производит оплату труда, и вы это в тексте учебника, конечно же, прочли. Итак, мы с вами составили определение, в котором четко определены обязанности каждой из сторон трудового договора. Итак, трудовое правоотношение. Это основанное на соглашении между работником и работодателем правовое отношение, по которому работник обязуется выполнить определенную трудовую функцию, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, а работодатель устанавливает эти правила трудового распорядка, обеспечивает работой работника, и, конечно же, заботится о необходимых условиях труда, а условия труда необходимые у нас указаны в статье 37, да, и своевременно оплачивать труд работника. Ребят, я вас попрошу, либо, если останется время, мы с вами запишем это определение, либо сделать скриншот страницы, чтобы затем записать данное определение, потому что нам четко нужно с вами знать обязанности каждой из сторон. Значит, теперь я попрошу каждого из вас перед собой разместить те материалы, которые вы подготовили к сегодняшнему уроку. Я вас спросила найти статью 66 Трудового кодекса Российской Федерации, а в статье 66 у нас объясняется о том, что за документ трудовая книжка и какую информацию в ней необходимо отражать. Я напомню сейчас ребятам, немножечко посмотрите Трудовая книжка, обратите внимание вот на эту часть, освежите в памяти, но вторую страницу... Светлана Сергеевна, а у меня демонстрации экрана нет. Да, у меня тоже. У меня нет демонстрации экрана? Да. Ребят, у кого-то возникла еще такая проблема? Да. Да, есть. Так, у всех такая проблема, да? Значит, сейчас посмотрим, что у нас не так с демонстрацией экрана. Сейчас, секундочку, ребята. Сейчас, секундочку, ребята. Вы видите, в задании у нас слова, мы их должны буквально все использовать в задании и, соответственно, вставляем по смыслу, опираясь на тот текст статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации, который, я надеюсь, либо у вас лежит перед собой, либо вы с ним ознакомились до занятия. Итак, трудовая книжка – это основной документ о, то есть какую информацию содержит трудовая книжка. Давайте мы с вами посмотрим из выше указанных слов, какую же информацию может содержать трудовая книжка. Арина Уриман, пожалуйста. Трудовая книжка – это основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже гражданина. Так, о трудовой деятельности и трудовом стаже гражданина. Абсолютно верно. Статья, пункт 1, статья 66. Далее, обязан внести в трудовую книжку. Кто вносит информацию в трудовую книжку работника? Кто обязан вносить информацию? Саша Пастухов, пожалуйста. Работодатель. Работодатель. Ой, ребят, я не очень... На первой строчке. Работодатель, не вижу, вот. На первой строчке, да. Работодатель. Да-да, я увидела. Итак, работодатель обязуется вносить информацию в трудовую книжку. Далее. Какая же конкретно информация вносится о работнике? Давайте из оставшихся слов попытаемся... Сведения. 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 Я скажу, наверное. Сведения о работнике. И именно на первой странице трудовой книжки вносятся основные сведения о работнике, то есть его фамилии, имя, отчество, дата рождения. Увольнение. Далее. Значит, в выполняемой работе переводим от другую работу об основаниях для прекращения трудового договора. Как? Иначе мы можем назвать прекращение трудового договора? Увольнение. 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 Абсолютно верно. Об увольнении или основаниях этого увольнения. Дальше. О награждении. Значит, оформляется трудовая книжка. Когда, в какой ситуации, ребят, впервые оформляется трудовая книжка работника? Что вы нашли? Первого. Первого места работы. Так, на первом месте работы. Подсказывайте мне, какие мы слова... Последняя на второй строчке. Так, первое. Первого в жизни. Первое. Так, я что-то не туда вставила, ребят. Вы ниже. Первого места работы. Абсолютно верно. То есть... Нет, там трудового договора. Трудового договора. То есть первого в жизни трудового договора работника. Итак, получить трудовую книжку вы должны на... Местеработа. 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 Абсолютно верно. И далее. Когда вы уже переходите на другое место работы, в нее просто вносят запись о том, что вы приняты на работу, на новое место работы, новую должность. Так, хранится у работодателя. И когда выдается работнику? Последний день. Последний день работы. Последний день работы. Абсолютно верно. Если работодатель не выдает книжку... По своему имену. Наверное, Никита. По своей имену. То есть по какой-то причине не вовремя заполнено, да? Или какие-то обстоятельства. И в последний день работы работник не получил трудовую книжку. Тогда работник имеет право. Саша Щуплецов, на что имеет право работник? Работник имеет право на получение материальной компенсации. Абсолютно верно. На получение материальной... Не вижу, куда мне это вставить. Материальной компенсации не вставила. На получение материальной компенсации. Так, скажите, пожалуйста, если работник не может получить трудовую книжку в последний день работы, как работодатель обязан ее доставить? Что мы сюда... Значит, работодатель обязан... Что сделать? Уведомление. Уведомление. Что сделать? Уведомление. Уведомление. Значит, если работник не может явиться, то тогда он должен дать... Согласен. 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 Отправить трудовую книжку по почте и отправить уведомление, ну, естественно, вынужден. Работодатель снимает с тебя всякие обязательства за задержку трудовой книжки. То есть, либо работник самостоятельно приходит получать эту трудовую книжку в последний день работы, либо же, если он не может это сделать, то дает свое согласие отправить по почте. Скажите, пожалуйста, кроме статьи 66 Трудового кодекса, какой информацией вы еще пользовались при подготовке к данному заданию? Юль, что ты смотрела? Конспекты. Так, конспекты. Никит, а ты чем пользовался? Обращался к интернету. Интернет. Итак, ребята, ссылочку на домашнее задание я вам сброшу после урока по трудовому праву. Скажите, пожалуйста, вопросы ко мне у вас есть по изученному сегодня материалу? Нет. Нет вопросов. Нет. Нет. Нет попроцентное понимание, да? Спасибо вам большое, ребята, за работу. Уважаемые коллеги, если есть вопросы к ребятам, вы можете их задать. Если таких вопросов нет, тогда я могу дать им разрешение покинуть конференцию. Коллеги, у кого есть вопросы к детям? Ребята, спасибо вам большое за работу. Я вам желаю удачи, до встречи, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо огромное всем. Я немного прокомментирую сейчас для учителей, когда мы... До свидания. Спасибо большое. До свидания. Ребятки, вы можете переходить к конференции. До свидания. Мы посмотрели сейчас очень интересный опыт использования тетрадей. В данном случае основная задача урока была в том, чтобы продемонстрировать нам, показать, как можно тетради использовать во фронтальной работе. Но также можно тетради использовать для того, чтобы делить учеников на группы, для того, чтобы давать им какое-то задание, которое они выполнят дома. И уже на основе того, что они выполнят дома, мы могли работать с ними в классе. Правильно я понимаю? Да, абсолютно верно. То есть мы проанализировали типичные ошибки, и в дальнейшем я теперь понимаю, над каким материалом мне нужно точечно с каким-то ребенком. Вы видели, когда я показывала анализ домашних заданий, два ученика, которые выполнили всего лишь 60% работы, и я показала те вопросы, в которых большая часть из детей допустили ошибки. Да, и можно было, в принципе, разделить их на группу, взять группу тех, у кого все получилось, дать им какое-то задание практическое, которое бы они выполняли, например, в той же самой тетради, а с другой группой детей уйти в специальную комнату Zoom, и в этой комнате как раз рассказать им то, что у них не получилось. Потому что те, у кого получилось, они могут в это время что-то продуктивное делать новое. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы, комментарии, может быть, кто-то хочет посмотреть еще более подробно в тетради? Можно писать в чат, если вы стесняетесь или не можете сказать что-то голосом, можно писать в чат. У нас есть еще три минутки для того, чтобы задать вопросы, для того, чтобы выразить какую-то свою реакцию. Спасибо огромное, на самом деле, очень хорошо работали ученики, очень хорошая ваша работа, на самом деле, очень интересный продукт, очень здорово, что мы смогли его увидеть, именно его использование практическое, как можно использовать на уроке, и это очень ценно. Спасибо вам огромное. Я хочу обратить внимание коллег, в большинстве ресурсов вопросы однотипные, тестовые. В этой рабочей тетради мы смогли с вами увидеть разного типа вопросы. То есть не только тестовые, но и с открытым ответом, и работа с документами, и в общество знаний это особо ценно. У нас спрашивают, это платный ресурс, интерактивные тетради. Но, насколько я понимаю, это ресурс бесплатный. Во всяком случае, я им пользовалась абсолютно бесплатно. Ну, по крайней мере, да, вот все, что писали об этом ресурсе, вроде он бесплатный, поскольку я тоже знаю. Да, свободно можно регистрироваться и в личном кабинете создавать задания. Они все сохраняются, их можно сохранять и ссылку сбрасывать детям, а можно вот просто создать для конкретного урока и не обязательно ссылку потом перебрасывать детям. Спасибо. 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 Вопрос задают, ответы учеников приходят в личный кабинет? Да, конечно, в личном кабинете. Я вам демонстрировала страницу, они отображаются, и можно посмотреть работу каждого ученика. Вот это самое важное, что позволяет вам как раз и организовывать работу потом детей по группам, для того, чтобы каждый ребенок получил максимально качество обратной связи от вас. Это экономит наш самый драгоценный ресурс время. Вот нас спрашивают, должна регистрация учителем, то есть у простого Волосецкого. Учитель регистрируется, создает задание, и задание, если позволите, сейчас я быстренько включу демонстрацию экрана, когда создано задание учителем, мы можем ссылочку на это задание отправить ученикам. Сейчас подниму немножечко, покажу. Вот смотрите, создано задание, и в желтеньком окошке вы видите ссылку. Я могу ее скопировать и отправить ее либо на электронную почту ученикам, либо же отправить ее в WhatsApp, в группу WhatsApp, ну, мы сейчас делаем именно так, в группу WhatsApp ученикам. То есть это делается очень просто. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо, коллеги. До свидания. Спасибо.